Добрый вечер. Я Максим. В эфире. Программа. День. Люди. События. Сегодня речь о событии 18 сентября. 18 сентября 1698 года в парижскую Бастилию из тюрьмы Пьемонта был переведен таинственный узник-человек, чье лицо скрывала маска. Это лишь один из немногих достоверных фактов его жизни, давших почву для многочисленных гипотез настоящего имени и происхождения узника. Легенды он обязаны своим прозвищем «Железная маска». Узника доставили в Бастилию в темном портшизе, и, согласно предписанию, заключили в один из самых глухих казематов Бастилии, с ним было запрещено разговаривать. О человеке в «Железной маске» тюремное начальство знало только то, что прибыл он с острова Сен-Маргерет, а до этого содержался в крепости Пеньероль. В безмолвии прожил он долгих пять лет в своей одиночной камере и умер в 1703 году. Его похоронили на тюремном кладбище Сен-Поль под именем Марчале. Личные вещи покойного сожгли. В его камере расковыряли стены и разобрали полы, дабы не осталось каких-либо надписей или замрованных записок. Потом о нем забыли. Спустя 86 лет парижский народ взял приступом Бастилию. Великая французская революция сделала возможным обнародование архивов страшной крепости тюрьмы. Раскрылись вековые тайны, прояснились судьбы многих жертв королевского произвола. Но загадка «Железной маски» оставалась неразгаданной. Все листы тюремной книги, относившиеся к этому узнику, были уничтожены. Историки и писатели строили разные гипотезы о личности таинственного молчальника. Одни видели в нем графа Вермондуа, сына Людовика XIV от Лавальер, другие полагали, что это был интендант Фуки, называли других лиц. Но особенно устойчивыми были версии, считавшие «Железную маску» с водным братом короля Солнца. История «Железной маски» – вот уже три столетия будоражащая воображение ученых, писателей и кинорежиссеров, началась еще в 80-х годах XVII века. Первым этой темы коснулся в 1732 году Вольтер в своем веке Людовика XIV. Спустя столетия к загадке «Железной маски» обратился Александр Дюма-отец. Вам понравилось наше видео? Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Субтитры создавал DimaTorzok